Всем привет, с вами Аурум и в предыдущем своем видео я говорил, что я не буду записывать отдельного ролика на тему, что же случилось в итоге с моим аккаунтом, говорил, что опубликую в группе, но я настолько офигел от результата вообще этого разбирательства, что решил в общем-то запилить видос и, ну, побалаболить на тему, как вообще в жизни бывает. Во-первых, сразу скажу, опять давайте в таком же формате быстренько расскажу, что произошло, а потом уже более подробно буду. Значит, аккаунт мне вернули, аккаунт моему подписчику его тоже вернули, он теперь не имеет доступа к моему акку, я его отблагодарил за адекватность, за то, что он адекватно себя повел с аккаунтом, поэтому, людишки, будьте адекватны и вам всегда воздастся. И это произошло довольно быстро, то есть после выхода видоса сразу же, ну, многие, я, конечно, не просил никого писать в службу поддержки, но многие зрители, и вам огромное, конечно же, спасибо, хоть я и не просил, вы написали. И, блин, респект вам и уважуха, что настолько сильно беспокоились судьбой моего аккаунта. В общем, многие люди начали писать в службу поддержки, что так, мол, и так нашего любимого ютубера обидели, да, забрали у него аккаунт, отжали все, и служба поддержки даже создала специальный шаблон и отвечала шаблоном, что, мол, мы тоже обеспокоены о судьбе его аккаунта, поэтому пусть он нам напишет лично еще раз, и мы ему все объясним. И вы не поверите, я, конечно же, сразу же, в тот же день написал, а у меня просто не было возможности видосик запилить в воскресенье, но я сразу же написал, и вот что мне ответили. Привет, чемпион, меня зовут Петр, и я счастлив в возможности помочь вам сегодня. Я рассмотрел ваш предыдущий вопрос и обнаружил ошибку, но спешу вас оповестить, что у меня есть решение данного вопроса. Если я все правильно понял, то вы хотели сменить привязку от Google+, так как у вас были проблемы со входом. По определенным причинам, в которые мы не будем вдаваться, дабы избежать длительных дискуссий и перейти, собственно, к делу, аккаунт привязан не к тому аккаунту GameCenter и доступ был утерян. Совершенно верно, вот такой вот талант есть у службы поддержки одним абзацем описать все то, что я говорил в предыдущем 15-минутном видосе. Это, конечно, радует. Ну и также радует, что, скорее всего, мой видос был просмотрен службой поддержки, потому что они прям очень тщательно все только что изложили. Далее. Я удалил все привязки и вернул старую привязку GameCenter. Теперь все, что вам остается сделать, это перенос на систему Android. Убедитесь, что на Android вы вошли в правильную учетную запись Google Play, так как больше перепривязать аккаунт не получится. Ну и дальше, собственно, идет инструкция по перепривязке. Я ее, конечно же, знаю. Проблема ведь не в том, что я не знал каких-то там процедур или инструкций. Проблема была реально вот в этой ошибке, о которой чувак со службой поддержки написал в самом начале. В связи с этим мне действительно вернули аккаунт. То есть мне на мой первоначальный GameCenter взяли, привязали. Это так. Опять у чувака, все уже проверено, тоже вернулся его аккаунт на его GameCenter. То есть это реально хэппи-энд, это очень круто, очень прикольно. И в связи с этим я все-таки хочу отблагодарить службу поддержки за то, что настолько быстро отреагировали. И огромное спасибо всем моим зрителям, подписчикам, те, кто писали в службу поддержки, кто не писали, кто поддерживал меня комментарием, кто поддержал меня лайком. Ребят, блин, это невероятно сильная поддержка, правда. Вот я, ну, просто вам всем респектую. Но! Службу поддержки ответила та быстро. Но хотелось бы этот момент проанализировать. Вот, а если бы я не был ютубером, если бы я не записал видос? Я в прошлом видео вам говорил, что мне понадобилось примерно, ну, три недели, месяц на разбирательство. И не было бы видоса, не было бы и аккаунта, наверное, потому что мне отказывались. Ну, вспомните прошлый видос, там вообще какая-то безысходка была. И после того, как я выпустил этот видос, все, всем, всем понятно. Пишет Петр, говорит, меня зовут Петр, я счастлив в возможности вам помочь. Помогает, действительно, все изично делает, не запрашивает больше никаких данных подтверждающих, ничего. Просто сразу чикс, бах, класс, помог. Ну, респект, всегда бы так работали, серьезно, очень, очень прикольно. Мне, я вспоминаю в связи с этим ситуацию с Вилсой, да, помните, когда-то была, те, кто помнят, когда чувак выиграл айпад на конкурсе Вилсы, и Вилса там месяцев, там, полгода или девять месяцев, или год, не давал ему этот айпад, и после моего видоса сразу бах-трах, короче, чикс, он буквально час прошел после выхода видео. Вилса позвонил победителю, да, позвонил Хомину, и фамилия так у победителя была. Ну, кто хочет, может прогуглить, и все. И договорился, что все, айпад тебе будет, и если бы там не проблемы на таможне, то, наверное, в течение нескольких дней получил бы уже в итоге после видоса победитель свой приз. То, ребят, насколько сильно влияет видосик на решение людей вообще, да, вот то же самое со службой поддержки. Парился я с ними, парился, но не было видео, не было, в общем-то, и решения проблем. Но в любом случае, даже если это так, то я рад, что я АК вернул. Единственное, что, знаете, у меня такое обостренное ощущение справедливости всегда, это мой бич, короче, мой бич, то, что у меня реально обостренное такое ощущение справедливости, поэтому, ну, не был бы я ютубером, провтыкал бы свой АК. Причем не только я, а мой БАК получил, вы поняли, мой подписчик, а в свою очередь мой подписчик потерял бы свой аккаунт. Но это уже ладно, пища для размышлений, это, не знаете, синдром всемирной глобальной несправедливости. Но в любом случае, еще раз, я благодарен всем вам за поддержку, потому что, если бы не ваша поддержка, сами понимаете, скорее всего, ничего бы не было. Или все длилось бы еще несколько месяцев. Ну, а так, все закончилось хэппи-эндом, очень круто. С вами был Аурум. По-прежнему подписывайтесь на канал, по-прежнему буду вам благодарен, если будете ставить лайки. Всем удачки, ребят!